Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, и я, как обычно, собрал для вас самые свежие и интересные новости из мира бокса. Так что устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Погнали! Глава ТОП Рэнк Бопарум сообщил, что в списке возможных соперников Теофима Лопеса после боя Джорджем Камбососом значится Василий Ломаченко. Если Лопес победит Камбососа, то для него есть хорошие бои для Пепперю. Реванш с Ломаченко – поединок с Джорджем Тейлором или даже с Хосером Иросом. Так что я не переживаю по поводу крупных боев для Теофима в будущем. Будет ли стоять на кону в бою с Тейлором 8 титулов? Нет, только 4. Ты получишь либо 4 пояса, либо ни одного. Но никогда их не будет 8. Я не знаю, является ли бой с Тейлором наиболее вероятным для Теофима, потому что Джордж должен подраться с этим парнем из Англии – Кэттеролом. Когда он с ним сразится, возможно, уже наступит следующий год. С другой стороны, Тейлор намерен подняться в весе, чтобы подраться с Кроуфордом. Есть много хороших боев. В будущем мы увидим, кто с кем будет биться. Перспективный супер-тяжеловес Джастис Хани удосрочил возрастного полу Галина. Хани уверенно контролировал удобную дистанцию джебом. Разбивал корпус Галина. Уже к третьему раунду бой превратился в одностороннее избиение полу Галина. В шестой трехминутке ветерану досталось еще больше. Отвечать ему было абсолютно нечем, но поразил болельщиков невиданной стойкостью. Бой продолжился, но стал откровенно жутким. Галин уже даже не защищался. Рефери, доктор Угл, ветерана почему-то не собирались все это останавливать. Появилось опасение, что все может завершиться трагедией. В десятой трехминутке Галин все же рухнул на канвас. На этом бой завершился. Промоутер Эдди Хирн сообщил о том, что истек контракт между его компанией и Дэвином Хэйни. Тем не менее стороны ведут переговоры о новой сделке. Обсуждает возможных оппонентов. Стал известен следующий соперник казахстанского боксера первого среднего веса Турсумбая Кулахмета. Кулахмет выступит в рамках вечера бокса 10 июля в Алматы. Его соперником будет Украине Станислав Скороход. Поскольку ранее запланированный на 19 июня бой между Тиэфимом Лопесом и Джорджем Камбососом был перенесен на август. Из-за коронавируса боссы стриминга триллер задумались о том, что же делать с остальным кардом. Не исключено, что в субботу на ринг выйдут в выставочном поединке Иван Дер Холифилд и Кивин Макбрайт. Оба сами вызвались выступить на замене. Савуэль Альварес может разделить ринг с победителем боя между Евгением Шведенко и Владимиром Шишкиным. Если ему удастся добавить в свою копилку пояс IBF, которым в данный момент владеет Кали Плант. До конца этого года Шведенко и Шишкин должны будут оспорить статус обязательного претендента на титул IBF. «Я уже давно повторяю, что боец, который побьет Канело, это Владимир Шишкин», – сказал промоутер боксера Дмитрий Солита. Казахстанский супертяжеловес Жан Касабутский может вернуться на ринг в конце июля. Выбраны две даты и возможные локации, но статус боя еще не определен. Во-первых, называется вариант со 26 июля, а поединок пройдет в Великобритании. Во-вторых, 30 числа в Дубае. Добавим, что ранее планировалось провести защиту титула WBA International и даже назвали потенциальную оппозицию, среди которых Тони Йока и брат Тайсона Фюри Хьюи Фюри. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр, поддержите это видео своим бойцовским лайком, пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом и подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok